При подготовке к занятиям в интернет-гружке русского языка вы можете пользоваться словарями и справочниками, которые найдете на сайтах грамота.ру, академик.ру, викисловарь. Первая наша тема – это тавтология, такая речевая ошибка, которая состоит в употреблении в одном предложении однокоренных слов, одно из которых является лишним. Например, «начался проливной ливень». Два однокоренных слова, стоящих рядом, они повторяют значения друг друга, поэтому правильнее будет сказать «начался проливной дождь». Следующая наша тема – это правописание разделительного твердого знака. Разделительный твердый знак пишется после приставки, которая оканчивается на согласной перед ютированными гласными «е-е-ю-я». В слове «подъезд» мы пишем разделительный твердый знак, так как он стоит после приставки, она оканчивается на согласной «д», перед гласной «е-е-е-е-е-е». И корень начинается с гласной «я-е-е-е-е-е-е». В слове «предъюбилейный» мы пишем разделительный твердый знак, потому что он стоит после приставки, она оканчивается на согласной, а корень начинается с гласной «е-ю». В слове «сэкономить» мы не пишем разделительный твердый знак, потому что корень начинается с гласной «э». В слове «поездка» мы не пишем разделительный твердый знак, потому что приставка оканчивается на гласной. А в слове «бьющийся» мы пишем разделительный мягкий знак, потому что он находится в корне. Также разделительный твердый знак пишется в сложных словах После первой части 2, 3, 4 перед ютированными гласными «е», «ё», «ю», «я». В слове двухъярусный мы должны будем написать разделительный твердый знак, потому что первая часть у нас 2, а корень начинается второй части с гласной «я». В слове трехэтажный мы разделительный твердый знак не пишем, потому что корень начинается с гласной «э». Также разделительный твердый знак пишется в иноязычных словах после различных приставок. Например, в таких словах, как «адъютант», «субъект», «инъекция». Правописание на язычных слов надо проверять по словарю. Следующая наша тема – это правописание суффикса «и» в глаголах повелительного наклонения. Давайте вспомним, что глаголы в повелительном наклонении обозначают просьбу, приказ, побуждение к действию. Некоторые глаголы образуются с помощью суффикса «и». Скажи об этом погромче. Просьба, приказ, суффикс «и» у глагола – это глагол в форме единственного числа. Чтобы нам образовать форму множественного числа, мы должны будем добавить окончание «те». Получается, выскажите свои претензии. Это глагол в повелительном наклонении. Он обозначает побуждение к действию в форме приказа, имеет суффикс «и» и окончание «те». Глаголы в повелительном наклонении в форме множественного числа нужно отличать от глаголов в изъявительном наклонении в форме второго лица множественного числа. Различать будем по значению. Еще раз. Глаголы в повелительном наклонении обозначают приказ, просьбу, побуждение к действию, имеют суффикс «и» и в форме множественного числа имеют окончание «те». Глаголы в изъявительном наклонении обозначают действие, которое протекает во времени, относится к одному из времен, к прошедшему, настоящему или будущему. Когда выскажите претензии, возвращайтесь обратно. Глагол «выскажите» стоит в изъявительном наклонении в форме второго лица множественного числа и относится к будущему времени. Глагол «выскажите» имеет окончание «ете». В окончании глагола пишем гласную «е», потому что он относится к первому споряжению. Другой пример. Вы удержите груз. Глагол «удержите» обозначает будущее время, относится к изъявительному наклонению, имеет окончание «ите», так как относится ко второму споряжению. Обратите внимание на разницу в морфемном составе. Такой глагол, глагол второго споряжения в форме изъявительного наклонения второго лица множественного числа, имеет окончание «ите». А глагол в повелительном наклонении имеет окончание «те» и суффикс «и». Отличность «те» и8-3-4-5-8-3-1-2-2-1-2-2-1-3-4-1-2-3-1-2-3-3-2-1-2-2-2-1-3-4-1-2-2-3-2-4-3-3-2-3-3-4-1-2-3-4-1-2-4-3-2-4-2-4-2-3-1-3-2-4-2-3-2-3-4-7-3-3-2-3-4-3-4-1-3-1-2-3-3-1-3-4-2-4-3-2-4-1-4-4-1-4-2-4-1-4-2-4-6-4-5-5-4-4-2-7-3-